Всех приветствую! Сегодня в рамках серии интервью мы с Натальей Тупикиной, директором департамента по работе с массовым сегментом Банка Возрождения, поговорим о малом бизнесе. Наталья, по каким критериям банк относит предприниматели к тому или иному сегменту? Вот, допустим, к малому бизнесу. К малому бизнесу относим клиентов с годовой выручкой до 400 миллионов рублей. В малом бизнесе есть такая большая доля клиентов микропредприятия. Это основная масса клиентов, юридических лиц и предпринимателей банка. Эти клиенты, как правило, находятся в диапазоне с выручкой 120 миллионов рублей. Тогда можно какой-то приблизительный портрет предпринимателя? Какой бизнес они ведут? В торговле, как правило, ритейл. Что характеризует клиентов малого бизнеса? Так это то, что для них очень ценно время. Технологичность предоставления банковских услуг, скорость принятия решений, понятно, удобство. Ну и, собственно, наверное, как для всех клиентов, неважно, к какому сегменту клиент относится, это то, чтобы его слышали и удовлетворяли его потребности. А какие технологические сервисы банк сейчас предлагает клиентам, может быть, в будущем планирует внедрить? Банки стараются в сегменте малого бизнеса развивать продукты безрисковые. То есть это расчетно-кассовое обслуживание, это конверсия, это различные небанковские сервисы. На текущий момент времени мы совершенствуем интернет-банк, мобильный банк, внедряем сервис «Светофор». Тогда клиент может осуществить проверку контрагента и по световым сигналам понять, насколько велик риск, скажем так, для клиента отправки денежных средств своему контрагенту. И если на входе взаимоотношений со своим контрагентом клиент обычно проверяет контрагента, насколько он надежный, то в последующем, поработав с ним какое-то время, он, наверное, уже работает и не делает акцент на том, чтобы перепроверить через какое-то время. А у контрагента может ситуация поменяться, могут быть различные арбитражные дела. Как контрагент может перестать платить по своим каким-то обязательствам? И вот этот сервис, он дает сигнал клиенту о том, что, обрати внимание, есть риск. Кто такой помощник? Стараемся им быть. Стараемся им быть. Соответственно, мы внедрили услугу «Конверсия онлайн» интересно клиентам, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Также мы хотим, чтобы интернет-банк стал для нас каналом взаимодействия не только с действующими клиентами, но и с потенциальными клиентами банка. И мы готовы в этом году уже внедрить данный сервис, когда клиент, не являясь еще клиентом банка, сможет оформить заявку на любой банковский продукт, на любую услугу и сервис, открыть расчетный счет дистанционно, с помощью электронного документа оборота. Ну, в общем-то, это то, куда идет весь рынок в любом направлении, мне кажется, и не только в банковском. В общем-то, до конца года у нас много достаточно будет нововведений. Надеюсь, что клиентам будет удобно, и в том числе мы будем развивать не банковские сервисы. А какие? Юридические услуги, бухгалтерские услуги. В данном случае не мы предоставляем услуги как банк, но мы развивать будем партнерские программы, в рамках которых клиенты смогут воспользоваться этими услугами. Хочется, чтобы клиент, войдя в интернет-банк, смог удовлетворить максимум своих потребностей. Вы будете неким гарантом? Мы будем гарантом качества предоставляемых услуг, потому что для нас важно, что клиент к нам пришел, через нас получил эту услугу, даже если не мы ее предоставляем, и мы должны обеспечить это качество для клиента. В чем трудность работы с МСБ и почему большие банки не очень хотят работать с этим сегментом? Банки все, неважно крупные или мелкие, они все работают с малым бизнесом, но только в той части, где нет риска. Хорошо. То есть, если клиент хочет воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием, другими продуктами, которые не несут какого-либо риска для банка, все с удовольствием с такими клиентами работают. Но когда начинается вопрос, а дайте мне кредит, пожалуйста, мне нужно, но я маленький, начинаются сложности у таких клиентов, потому что, да, действительно, банки считают такой сегмент клиентский высокорискованным в силу, наверное, какой-то непрозрачности, отчетности. Ну вот если взять клиентов, которые не находятся на общей системе налогообложения и находятся на упрощенных системах, собрать какую-то отчетность, финансовые данные, на основании которых банк может принять взвешенное решение, это достаточно сложно. И поэтому банки стараются в этот сегмент не ходить. Ну вот приходит такой клиент, предприниматель к вам и говорит, хочу кредит. Вот какие у вас есть кредитные предложения? Если говорить вот про малый бизнес, у него еще шансы получить кредит в банках есть. А вот говорить, если про микробизнес, это совсем маленькие клиенты с небольшими оборотами, как правило, находящиеся на упрощенных системах налогообложения, вот здесь вот действительно, ну, редкий банк готов финансировать такие клиенты. А возрождение? Мы в этом году делаем акцент на развитии кредитно-продуктовой линейки для микробизнеса, для малого бизнеса. И начали мы с электронных банковских гарантий, которые научились выдавать за один день и принимать решения за один час. Для нас это был новый продукт, мы его внедрили, и по моей оценке мы его достаточно успешно внедрили. Более трех тысяч клиентов получили уже за период два месяца гарантии. В таких продуктах, когда нужно быстро и желательно дистанционно, чтобы клиент не приходил в офис и все мог оформить через тот же интернет-банк, наверное, без скоринговых программ не обойтись. Поэтому сейчас у нас работа ведется в части разработки скоринга уже не только для электронно-банковских гарантий продукты внедрен, но и для других кредитных продуктов. И до конца года мы планируем запустить два кредитных продукта для клиентов микробизнеса и малого бизнеса. Это кредит и овертрафт. Я думаю, что большинство потребностей клиентов в финансировании за счет этих продуктов мы сможем удовлетворить. А какое вообще число клиентов малого бизнеса у Банка Возрождения? Порядка 45 тысяч. Какой бы вы дали совет начинающему предпринимателю при выборе банка? Во-первых, на что нужно обратить внимание и как в дальнейшем вести свою деятельность, чтобы банк все-таки выдал ему кредит? Я бы, наверное, клиенту рекомендовала сделать какой-то вывод по первому контакту с банком. Потому что сейчас очень много банков технологичных, быстро решающих вопросов с точки зрения расчетно-кассового обслуживания. Но вот банков с каким-то индивидуальным подходом и желанием решить вопрос, действительно его решить, понять и решить, вот таких банков, на мой взгляд, на рынке не так много. И по первому контакту с банком очень чувствуется, насколько банк готов решать вопросы клиента и применять к нему индивидуальный подход, независимо от того, какое количество клиентов в банке обслуживается. И мне кажется, что вот этот вот первый контакт — это основное, наверное, на что должен обратить клиент внимание. А есть у вас какие-то любимчики? Я вообще стараюсь не держать любимчиков. Для меня все клиенты любимые, для них, для всех их бизнес уникален. Я очень много кредитных аналитиков учила общаться с клиентом на одном языке. Я говорю, вы спросите его один вопрос, задайте ему про свой бизнес. И не надо будет задавать никаких вопросов клиентам, потому что они все расскажут сами. Есть интересные бизнесы, да, действительно. Мне очень нравятся, например, клиенты, они пекут вкусную выпечку. Клиенты, которые являются дистрибьюторами дизельной продукции компании Bosch. И когда ты приезжаешь к клиенту, ты каждый раз изучаешь бизнес и удивляешься, как можно, вот с чего появилась идея этим заняться. И очень интересно клиентов слушать, неважно, чем он занимается. Получается такое взаимное обогащение. Конечно. Вы им помощь, поддержка, а они вас тоже чему-то учат. Конечно. Да, мы друг друга развиваем на самом деле. Банк развивается благодаря клиентам. Клиенты развиваются в том числе благодаря качественному, скажем так, сервису банковскому. А как вы оцениваете результаты работы с предпринимателями? Вот что для банка критерий успеха? Объем выдач, прирост клиентов или отзывы? Я 15 лет работаю с сегментом именно малого бизнеса. Очень люблю этот сегмент, как никакой другой. И могу сказать одно, что лично для меня, наверное, нет ничего ценнее. И для меня, наверное, результат моей личной работы — это лояльность клиентов. Лояльный клиент приведет тебе друга, знакомого, порекомендует. Самый лучший канал привлечения — это рекомендация клиента. И если изучать вопрос, есть ли прямая корреляция между лояльностью клиентов и доходностью банка, она есть. Благодарю вас, Наталья. Спасибо, что нашли время ответить на мои вопросы.